Ухтай, Сосногорск. Завтра на сессии депутаты госсовета Коми заслушают доклад Вячеслава Гайзера о проделанной работе за прошлый год и задачах на этот. Кроме выступления главы республики, в повестке дня еще 27 вопросов, в том числе законодательные инициативы парламентариев в Госдуму России. Что конкретно депутаты республики хотят поменять в федеральных нормативных актах, выяснил Максим Катаев. Большинство вопросов чисто технические. Прежде всего парламентарии должны привести республиканское законодательство в соответствии с федеральным. За 2012 депутатам и их близким родственникам придется отчитаться не только по доходам, но и по расходам. Декларации подлежат расходы, сумма которых превышает сумму дохода за три предыдущих года. Речь идет о приобретении недвижимого имущества, то есть квартир, дач, домов, офисов, также транспортных средств, ценных бумаг, акций и так далее. Своим думским коллегам депутаты госсовета предложат внести поправки в земельный кодекс. В федеральном законе есть противоречия. Одна статья разрешает регионам и муниципалитетам выделять льготникам бесплатные площади под жилищное строительство, другая требует аукционов. На аукционах бесплатно землю невозможно выделить, поэтому на местах возникает проблема. Поэтому глава республики вышел с этой инициативой и я думаю, что депутаты поддержат эту инициативу, обратиться, чтобы ликвидировать эту проблему на уровне законодательства, на уровне Государственной Думы. Еще одна социальная инициатива – оплата услуг коммуналки. Парламентарии КОМИ намерены поддержать предложение Новосибирской областной думы. Там считают, за обслуживание лифтов и вывоз мусора каждая квартира должна платить, исходя из числа жильцов, а не в зависимости от метража, как предписывает законодательство. Это, по мнению депутатов Госсовета, нарушает права одиноких граждан. Есть у республиканских парламентариев и собственное обращение в правительство России – мораторий на нормативы потребления воды на общедомовые нужды. Сегодня уже приходят той же бабушки, что на общедомовые нужды потратила она там полтора-два куба воды, когда она в квартире тратит меньше куба. То есть получается, что на подъезд она больше расходует воды, чем у себя на квартире, на приготовление, на промывку и так далее. Депутаты предлагают ввести нормативы с 2015-го. За это время регион установит в домах счетчики воды. Всего на завтрашней сессии депутаты Госсовета планируют рассмотреть 28 вопросов. Основным, пожалуй, станет доклад Вячеслава Гайзера. Перед парламентом региона глава Коми выступает уже в третий раз. Губернатор отчитается о работе, проделанной в 2012-м, и обозначит задачи на этот год. Наш телеканал будет транслировать выступления главой Коми в прямом эфире, начиная с 10 утра. Максим Катаев, Игорь Данилов, телеканал Юрген.